Понравилась маечка или тупик с открытой спиной, с воротником качели и вот связала. Вяжется спицами. Результат тоже очень понравился. Хочу еще связать такой же. Сейчас я представлю вашему вниманию небольшой мастер-класс по этому тупику. Но я вязала его первый раз и поэтому не очень подробно сняла. Я хочу, чтобы вы начали вязать и задавали вопросы. Я буду вязать следующий тупик и учту все ваши вопросы и пожелания. Эту маечку я связала из пряжи Рео Стар. Турецкая пряжа фирмы Назар Рос. Длина 350 метров на 100 грамм. 30% хлопок 35 акрил и 35 люрекс. Очень красивая пряжа. Мне она очень понравилась. Такая немного блестящая. И на круговых спицах. Хочу немного рассказать сразу, как определиться с размером. Ссылка на описание будет под роликом. Но вот смотрите. Начинаем вязать с верхней части. И вот сколько мы наберем петель, от этого у нас будет зависеть вырез. Если посмотреть на тупик, то видите, вся горловина уходит вниз, вперед. Если вы сделаете очень большой вырез, то декольте будет просто огромным. И поэтому самое главное вам нужно определиться вот с этим размером, первоначальным размером. Я хочу вам предложить измерить сантиметром такой вырез, какой вы хотите, чтобы был. Поменьше, побольше, лучше ориентироваться на меньший. И потом начинать вязать. Уже можно соотнестись с теми размерами, которые есть в описании. Я набираю на круговые спицы обычным способом. Спицы номер 3. У меня получилось 130 петель. Вот набрала все петельки. Смотрю, чтобы не были перекрученные. И отметила начало вязания. Вот смотрите, первые 5 рядов нужно вязать за заднюю стенку. Это для того, чтобы край был поплотнее. Потому что мы начинаем просто вязать лицевую гладью сразу. Никакой резинки, ни платочной нет вязки. И сразу вот лицевая гладь провязала первый ряд. И распределила петельки, как в описании. Отметила булавками. Помню, что любыми маркерами, какие у вас есть. И вот вяжу за заднюю стенку. То есть петельки получаются скрещенные. И более такие... Ну, платно они будут растягиваться с края. И вот я 5 рядов привязала. Довязываю последние петельки скрещенными. Прикидываю булавку. И сейчас я буду вязать на более толстых спицах. У меня номер 4. Вот они. Видишь, тут потолще. А вязать буду обычными лицевыми. За переднюю стенку. Обычно лицевая гладь по кругу. Свяжу так еще 5 рядов. Прикидываю. И сейчас петли спинки я перенесу на отдельную спицу. Вот у меня показана булавка начала вязания. И как бы назад отсчитаю 15 петелек. Вот тут видно небольшая полосочка. Это спинка. И сниму их на вторую спицу. И буду вывязывать вот эти рукава. Немножко неудобно было на такой спице. Лучше на большую булавку. У меня где-то затерялось. Такие специальные булавки для снятых петель есть. И вот сейчас по краям. Вот там я показывала с одной стороны, с другой. У меня булавочки остались. Это будут булавки по бокам. Они разделяют спинку и перед. Их не надо убирать. Потому что потом будет приталивание и добавление петель к бедрам. Вот у меня толстенькие спицы на основном вязании. И я закрою сейчас по... У меня, по-моему, 4 петли или 5. Смотрите по описанию. Сколько... Смотря толщины ваши пряжи. Сколько вы набрали петель в начале. Вот там, я думаю, понятно. Если не понятно, спрашивайте под видео. Я покажу подробнее. И вот дальше вяжу лицевыми петельками. Сейчас буду вязать поворотными рядами. Вот я довязала до этой... До спинки, вот выделенной, которая у меня на отдельной спице. И сейчас такое же количество петель закрою с другой стороны. Ну и закрываю, конечно, изнаночными. Это у меня будет начало второго рукава. Даже не рукава, а половина, конечно. Закрываю 4 петельки. И дальше буду вязать изнаночными. И дальше буду вязать изнаночными. До конца ряда. Вот, довязываю этот ряд. Поворачиваю вязание. И сейчас буду вязать ряды с убавлениями. И сейчас буду вывязывать ряды с убавлениями. С одной и с другой стороны. Первую снимаю. Две вместе лицевой с наклоном влево. И дальше до конца ряда. До конца ряда тоже будет убавление. Вот, довязала до конца ряда. И предпоследние две вместе с наклоном вправо. И последнюю провязываю лицевой. И таким образом будет аккуратное убавление. Потому что, вот снова, в изнаночных рядах вяжу просто изнаночными. Из-за всяких убавлений. Вот я перенесла просто на такую вот иголочку. Так даже удобнее. И вывязала уже вот рукава. Видно. Вывязывала по схеме, которая в описании. Для разных размеров немножко по-разному. А дальше, если честно, мастер-класс перестала снимать. Потому что снимать очень сложно. Вроде бы всё понятно. Лицевое вязание. Связала, вернулась вот к спинке. Перенесла петли спинки на спицу. И связала. Там всё понятно по описанию. С расширением. На такую же длину, как передняя часть. Затем обе части соединяются. И снова вяжутся по кругу. И вот по бокам у нас булавочки остались. Мы выполняем небольшое приталивание. А затем через 16 сантиметров ровного вязания. После приталивания. Немножко добавляем петли опять же по бокам. Для бёдер. И в конце 5 рядов вяжем тоже лицевыми скрещенными. То есть за заднюю стенку. Чтобы край был плотный. Длину, конечно, кому какую хочется. Я связала подлиннее. Потому что очень короткий не люблю. И вот такая получилась маечка. Маечка или топик. Очень стильная, красивая. И она, как говорится, и в пире в мир. Очень универсальная. Хорошо. Какая métropия, кроме сейчас. Мэр. Продолжение следует...